Водители городских маршрутов вот уже почти 4 месяца проверяют не только на алкотестере. Термометрия, измерение давления и опрос на наличие симптомов давно вошли в обязательный список. Кондукторы в начале каждой смены получают медицинские маски, перчатки и антисептики. Можно отправляться в рейс. На маршруте большая часть пассажиров, это до 97%, надевают маски без напоминания. Хотя бывают совсем уж странные случаи, признаются кондукторы. Вчера бабушка зашла у меня, она, у меня нет маски. Я говорю, хорошо, я вам принесу масочку. Дала масочку, она такая говорит, а теперь сертификат на нее. Я говорю, ну вы извините, конечно, я вас не могу провести без масочки. Ну она фыркнула и пошла на выход. С некоторыми приходится проводить профилактические беседы, даже останавливать автобус. Не раз доходило и до штрафов. Здесь у каждого свои резоны. Я вот задыхаюсь просто я. У меня астма. После болезни у меня легкие, вот мне операцию сделали. Иногда вот езжу я вот одеваюсь, вот, когда за продуктом, за лекарствами. Ну носим. Не очень удобно летом, потому что жарко. Ну, приходится. Нашу всегда и везде, где предполагается ее носить. В принципе, здоровье – это важный аспект для каждого человека. Для меня это важно, поэтому я соблюдаю и не только масочный режим, а в принципе. В конце дня экипаж снова проходит медосмотр. Не менее пристально следят и за самими автобусами. Вечером они проходят через автоматическую мойку, потом транспорт вручную дезинфицируют. Помимо этого в департаменте транспорта Красноярска и с перевозчиками, и с пассажирами проводят разъяснительные беседы. С нами уже поверено более 1800 транспортных средств. Поведены беседы. Это уже в несколько раз больше. И даже можно сказать, что движка уже есть. Если на сегодняшний день, по опыту, можно смело сказать, что порядка 95-97% пассажиров используют масочные средства. А вот по этим номерам телефона в ведомстве просят рассказывать о нарушениях в общественном транспорте. Елена Сенькевич, Алексей Гусев, Енисей. Новости.